Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели Народного Славянского Радио. Сегодня с вами Юлия Стоянова. Я встретилась с мастером биоэнергетической защиты, Иго. Психоэнергетической защиты. Биоэнергетической. Но тоже нормально. Био и психо. Психо больше связано с ментальными, душевными качествами. Хотя био-защитная тоже интересная. Правильное питание тоже часть моей жизни. Я, верно, все-таки восприняла это общение, это знакомство как биоэнергетической защиты. Скорее всего, в таком ключе это преподнесла. Прекрасно. Хорошо. Вкратце посетите нас, в чем заключается защита, о которой вы говорите? Смотрите, если человек чувствует неуверенность, то я с точки зрения системы сам по воспринимаю это как вторжение в жизнь человека, в психику человека неуверенности, слабости, заниженной оценки себя. Когда человек очень болезненно воспринимает критику других людей, неоправданной надежды, ему нужно защитить себя от влияния вот этих разрушающих его энергий. Я это вижу в человеке как дисбаланс энергетический. Ну, всегда по-разному. Всегда по-разному. А последний человек, два дня назад, я в Москву приехал, мне звонил парень, говорит, нашел тебя ВКонтакте, пожалуйста, помоги. У меня рушится жизнь, у меня и тело болит, и по работе, и неудача. Мне не нравится, как я живу, что-то со мной сделаю. Я посмотрел, он приехал ко мне, вроде бы, такой молодой человек, 28 лет, достаточно, ну, я вижу гармоничное лицо. А вот по работе у него начались проблемы с девушкой, ну, напряжение, и из-за этого стало рушиться все вокруг. Я добавил просто ему уверенность в себе. Я добавил ему через посыл энергии, я научил ему расслабляться, сделал такую ему энергетическую практику, пол наполнения энергии. Все, в процессе разговора я вижу, у него уже глаза горят, у него появляется уверенность. Я дал ему несколько практик, которые ему просто можно делать каждый день, сейчас, поддерживаю это сильное состояние. Все, дальше потом приброшу его к нам на занятия, к нам на семена, и я знаю, что точно он будет уверен в себе. Потому что, когда оно до него шло, он был уверен в своих силах, уверен в своих качествах. Ну, тут, конечно, зависит от того, насколько человек будет продолжать это делать, потому что, ну, поставить защиту от негатива можно за одну минуту. Ее может и хватить ненадолго, на день. А для того, чтобы больше оно действовало, надо еще какие-то факторы, еще какие-то вещи. Ну, например, амулеты могут помочь человеку, могут помочь человеку в концентрации, могут помочь человеку природа, силы стихии, чтобы человек наполнялся энергии, музыка. У нас есть музыка, которая много бы улучшает психологическое состояние человека. Поэтому я вижу, что вот защита нужна вот таких качествах, когда ты потерял уверенность в себе. Вот так вот. Девчонки, например, тоже. Нет мужа дома, нет там, часто там, не звонит вовремя, она может начинать беспокоиться, что делать, теряет баланс, теряет уверенность в себе. Очень много таких случаев. А вопрос. По каким причинам человек, в принципе, способен их терять? Потому что, я знаю, можно энергетически человека пробить. В каких ситуациях происходят потери себя, потери уверенности в себе? В чем причина? Как это выглядит со стороны энергетики? Хорошо. Я не буду брать такой философский аспект, хотя я всегда на этот философский аспект внутренне обращаю внимание. Что мы находимся в этих условиях жизни для того, чтобы развиваться и получить какой-то опыт совершенствования. То есть, по сути, Творец, Создатель Всего Сущего, который послал нас на Землю, он запланировал какое-то наше несовершенство. Надо это принять. Кто-то родился высоким, стройным. Кто-то родился маленьким, толстеньким. Кто-то родился смыленьким. Какая-то девушка родилась с красивыми формами. Какая-то родилась с не очень красивыми формами. И мы разные. И поэтому может такое возникнуть, что, ну, как сказать, где же идеал? А идеала и нет. Идеал – это процесс совершенствования, процесс поиска. Мне понравилось, как сказал Создатель Фейсбука, «Если бы я думал, что я буду делать свой бизнес тогда, когда я все пойму и стану идеальным, я бы никогда не начал Фейсбук». Понимаете? Вот он так сказал. Потому что он в процессе действия получал какой-то опыт. Поэтому здесь я вижу так. Есть два человека, две ситуации, разные энергии. Они взаимодействуют друг с другом. И часто, ну, как бы, вы входите в контакт с человеком и выходите из этого контакта с потерей на себя энергии. Вы приходите на работу в одном состоянии, более-менее, может быть. И начали общаться. Какой-то дискомфорт. Вас кто-то не верит, вас кто-то оскорбляет. И у вас понижается энергия. Понимаете? Понижается энергия – это значит, нет хорошего настроения, неуверенность в себе, потеря какого-то энтузиазма. И что значит пробили? Ну, вы встретили такого же человека, у которого такие же самые проблемы, как и у нас. И случилась вот эта состыковка, взаимодействие, ну, ситуаций трудных с его стороны и с нашей стороны. У нас какая-то слабая мысль. Почему нас пробили? Потому что у нас какая-то есть внутри, можно сказать, маленькая помощь. Вы сами себя ставили как правило? Ну, как это бывает, например, девушки хотят выиграть конкурс красоты. И она тренируется целыми днями. Она поддерживает свою форму хорошо, там, она соблюдает диету, она психологически хорошо настроена. И она тренируется каждый день. Вот. И она выиграла конкурс. Да, другая. Вроде бы тренируется, но ей подружки сказали в день вечера, слушай, ну, пойдем там, ну, немножко как бы отдохнем, там, покушаем пирожные. Да какая разница, потом побегаешь больше. Она говорит, да ладно. Согласилась. И в ней остается такой момент внутри, что она соврала себе. Ну, такая, как это сказать, небезупречность. Понимаешь? И когда это остается в тебе, ты вольно-невольно, где-то в подсознании такая мысль, что я что-то сделал не так. То есть я не до конца была честной с собой. И вот здесь наступает момент психологии. Очень интересной такой психоэнергетики. Потому что есть люди, которые, ну, скажем так, они чувствуют себя неуверенно, беспочвенно. А есть люди, которые совершают какие-то грехи, да, можно сказать так, ошибки. И в ней системы они себе говорят, ну, да, ну, виновата, ну, исправлюсь. Я там как-то, знаете, как говорят, виновата, я исправлюсь. То есть человек видит, что он ошибся и не опускает руки, а продолжает действовать, понимая, что трудности есть. Вот. И он более физически, как сказать, психологически сильнее. А есть даже у вас хорошие данные, и вы можете чувствовать такую, знаете, зависимость. Нереальное страдание, я бы сказал. Вот, к примеру, есть же, ну, люди, нам кажется, что они идеальные, да. Ну, например, Брэд Питт и Анжелина Джоли. Долгие годы считалось, что это просто идеальная панна. То есть какие они, он, ну, действительно, красивый мужчина. Она вообще фантастически прекрасная. Казывается, две, два идеальных человека. Вот, нам со стороны кажется. Но когда мы узнаем больше об их жизни, мы узнаем, что они, как сказать, ели себя очень сильно, ели друг друга, понимаете? Они находились явно друг в друге, они добивали друг друга, Брэд Питт в итоге чуть не спился. То есть он стал человеком, который пил алкоголь каждый день. Она жили, сколько страдала. У нее теперь, то есть она потеряла сколько килограмм, то есть, по сути, проклятие. Человек чуть не умеет. Сколько там, 20-30 килограмм потеряла вес. Я не слежу с подобными. Ну, то есть, насколько я знаю, она в последнее время весила около 40 килограмм. Около 40 килограмм. Ну, да. Стрессы, проклятия, которые сам себя на себя наводят. Ну, вот, увы, ситуация так. Давайте, в завершение вашей беседы, да, мы подытожим, какие вы можете дать наставления, какие вы можете дать наставления и, возможно, вкратце, небольшие практики, которые человек может дома, не то, чтобы себя сам исцелить, но подойти к тому рубежу, чтобы себя принять. Знаете, я бы посоветовал для начала увеличивать свою жизненную поле, увеличивать свое пространство уверенности. То есть, вот, к примеру, да, если человек просто почувствует, что в солнечном сплетении у него есть некая энергия, жизненная сила, ну, вот, у мужчины очень легко чувствовать солнечное сплетение обычно. Женщина обычно в области низа живота, в области матки, очень хорошо может почувствовать, что там есть ее сила, да, но только не во время цикла, потому что обычно в этот момент женщина много теряет энергии, ей нужно, ну, как бы, восстанавливать силы. Ну, может быть, в другой период, да. Ну, хотя, ну, это не принципиально, но из опыта мне женщины говорят, что в такой период сложно сконцентрироваться на своей силе. Ну, к примеру, да, вот мы чувствуем нашу энергию. Солнечное сплетение, низ живота, почувствовали. И почувствовать желание, чтобы это энергетическое поле увеличилось. К примеру, если вы просто сядете спину и начнете хлопать, с желанием почувствовать, что вот этот солнечный диск, солнечный сплетение, он растет, растет, растет и растет. Ощутите, например, вот так вот, да. Сидите, и начиная хлопать, ощущаете, что та энергия, которая у вас, она растет, она растет, она растет. Сила, энергия, понимаете? Раз. Сделать вдох и почувствовать, что вот эта уверенность, я все могу, я царица мира, я царь мира, вот это состояние, у меня все получится, ну, раз у вас выросло. Я вот сейчас это делаю, я стараюсь передавать вам эту энергию, понимаете? Не только умственно, а, ну, как сказать, хочу вам передать за дождь, что это возможно. Вот у вас тоже взгляд изменился. Вы хоть и не хлопали, но тоже приобщились к этому. Понимаете? Все. И вот на несколько минут уже у вас это состояние будет держаться. То есть я могу точно гарантировать, кто сейчас вот будет осмотреть, и со мной хотя бы минуту похлопает, у него будет держаться это состояние энергии, сил несколько минут. Потом надо еще какие-то практики делать, поэтому вот у меня канал на ютубе Артем, и вот там я стараюсь объяснить, как, что происходит. И там есть раздел практики, есть раздел энергетические, духовные практики, пусть смотрят все и наполняются хорошими. Все, вот. Мне кажется, что с этого надо начать. Но потом дальше находить методы саморегуляции, саморазвития, все будет получаться отлично. Ферн, я с вами полностью согласна. На этом я буду с вами. Прощаться. С вами была Юлия Стоянова и Артем Ива. И Артем Ива. Дорогие друзья, пусть самое лучшее с вами случается. Я хочу сказать, что наше поколение, да, вот мы с вами живем в 2000-х годах, у нас есть возможность что-то серьезное изменить в нашей жизни, что-то преобразить. Наши отцы выполнили свою миссию, наши деды, прадеды, прабабушки, они выполнили свою миссию. То есть нам предстоит что-то сделать хорошее. Нам предстоит на уровне мысли, добра, гармонии объединить вокруг себя людей. Сделать мир лучше, чище, интереснее. Я этого желаю. Звенит. Народная славянская радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова